Мы доложны, господа, мысленно перенестись за много лет назад. Это будет относиться к тому времени, когда я еще, можно сказать, довольно молодым человеком был поставлен во епископы, в весьма отдаленную сибирскую эпархию. Ознакомясь с миссионерскими отчетностями, я остался всей деятельностью недоволен. Обращений к христианству было чрезвычайно мало. Да и то ясно было, что добрая доля этих обращений значилась только на бумаге. На самом деле, один из крещеных снова возвращался в свою прежнюю веру, ломаясь, коль шаманскую, а другие делали из всех этих вер самое странное и нелепое смешение. Они молились и Христу с его апостолами, и Будде, и войлочным сумочком с шаманскими ангонами. До воеверия держалось ни у одних кочевников, почти повсеместно, в моей пастве. Решил я проехать в дальние места моей епархии. Лихо прокатили мы первый день на доброй тройке. Переночевал у огонька в юрте, и на другое утро прокатил на оленях. На третий день к вечеру снега стали рыхлее, и мы заменили нескладных оленей собаками. Такие серенькие, мохнатые и востроухие, как волчки. И по волчьи почти тявкают. Запрягают их по многу, штук по пятнадцать. А почетному путнику, пожалуй, и больше зацепят. Но салазки такие узенькие, что вдвоем рядом сидеть невозможно. Езда была гораздо быстрее, чем на оленях, но зато сидеть так худо, что у меня с непривычки через чажа страшно спину разломило. Я так вихляюсь по сторонам, все, баланс хочу удержать. Из-за этой гимнастикой даже не мог поговорить с моим проводником. Спрашиваю его, крещённый он или нет. Нет, отвечает бачка, моя не крещённая, моя счастливая. О чём же так счастлив? Счастливый бачка, меня бачка Дзолдзагаячий бережёт. Дзолдзагаячий у шаманистов такая богиня, дарующая детей и пекущаяся будто бы о счастье и здоровье тех, которые у неё вымолены. Так что ж говорю, а почему же не креститься-то? А она, бачка, меня не даёт крестить. Кто это? Дзолдзагаячий? Да, бачка, не даёт. Ага. Ну, хорошо, что ты мне это сказал. А как же, батюшка, хорошо. Да вот я тебя за это, назло твоей Дзолдзагаячий, и велю окрестить. Что ты, батюшка, зачем Дзолдзагаячий сердить? Она рассердится, дуть станет. Очень нам не нужна твоя Дзолдзагаячий. А крещу, да и баста. Нет, батюшка, она не даст обижать. Да как же тебе, глупому, какая же обида-то? А как же, батюшка, меня крестить? Мне много обида, батюшка. Зайсан придёт, меня крещённого бить будет. Шаман придёт, опять бить будет. Лама придёт, тоже бить будет. Большая батюшка, обида будет. Не смеют они этого делать. Как батюшка не смеют? Смеют батюшка, всё возьмут. У меня дядю батюшка уже разорили. Как же батюшка разорили и брата. Батюшка разорили. Разве у тебя есть брат крещёный? Ну как же батюшка, есть брат, батюшка есть. И он крещёный? Ну как же батюшка, крещёный? Два раза крещёный. Что такое? Два раза крещёный? Разве по два раза крестят? Как же батюшка крестят? Врёшь? Нет, батюшка, верно. Он один раз за себя крестился, а один раз, батюшка, за меня. Как за тебя? Что ты-то за вздор-то мне рассказываешь? Какой батюшка вздор? Не вздор. Я, батюшка, от папа спрятался, а брат за меня крестился. Для чего так вы смошенничали? Потому батюшка, что он добрый. Кто это? Брат твой, что ли? Да, батюшка, брат. Он сказал, я всё равно уже пропал, окрещен, а ты спрячься, я ещё окрещусь. Я и спрятался. А где же он теперь, твой брат? Опять батюшка креститься побежал. Куда же этого бездельника понесло? А туда, батюшка, где ныне слыхать твёрдый поп ездит. Понимаешь ты? Что же ему до этого папа задело? А свои у нас там, батюшка, свои люди живут, хорошие, батюшка, люди. Как же ему, батюшка, жаль. Он их жалеет, батюшка. За них креститься побежал. Меня замаячило. Я тихо и сладко уснул. Уснул для того, чтобы проснуться в положении, от которого да сохранит Господь всякую живую душу. Я спал очень крепко и, вероятно, довольно долго. Но вдруг мне показалось, что меня как будто что-то толкнуло. И я сижу, накореняясь на бок. Я в полуснище хотел поправиться. Но вижу, что меня опять кто-то пошатнул назад. Вокруг всё воет. Что такое? Хочу посмотреть. Но нечем смотреть. Глаза не открываются. Зову своего дикаря. Эй, ты, приятель, где ты? А он на самое ухо кричит мне. Прочкнись, батюшка. Прочкнись скорее. Застынешь. Да что это, я говорю. Не могу глаза-то открыть. Сейчас, батюшка, откроешь. И с этими словами, что бы вы думали, взял да мне в глаза и плюнул. И ну, своими оленьями рукавами тереть. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Глаза тебе, батюшка, протираю. Пошёл ты, дурак. Вот, нет, погоди, батюшка, я не дурак. А ты сейчас, ты сейчас глядеть станешь. И точно. Как он провёл меня своим оленьем рукавом по лицу, мои смёрзшиеся веки оттаяли и открылись. Но для чего? Что было видеть? Я не знаю, может ли быть страшнее в аду. Вокруг мгла была непроницаемая, непроглядная темь. И вся она была, как живая. Она тряслась и дрожала, как чудовище. Сплошная масса льдистой пыли была его тела, останавливающей жизнь. Холод. Холод его дыхания. Да. Это была смерть в одном из самых грозных своих явлений. И, встретясь с ней лицом к лицу, я ужаснулся. Под самым моим боком у саней что-то копошилось. Как клуб. Но не было никаких средств увидеть, что это такое. Спрашиваю дикаря, что это? Тот отвечает, а это, батюшка, собачки спутались, греются. И вслед за тем он сделал в этой тьме какое-то движение и говорит, падай, падай, батюшка. Куда падать? Вот сюда, батюшка, в снег падай. Да погоди, говорю. Я пристал из саней, но меня в то же мгновение и сразу же задушило, точно как заткнуло всего этой ледяной пылью, я повалился в снег. Причем довольно больно ударился головой в осанную грядку. Подняться у меня не было никаких сил, да и мой дикарм не дал бы этого сделать. Он придержал меня и говорит, лежи, батюшка, смирно лежи, не околеешь. Снег заметет, тепло будет, а то околеешь. лежи. Но ничего не оставалось, как его слушаться. Я лежу, не трогаюсь. А он сволок сала за коленью шкуру, бросил ее на меня и сам под нее же подобрался. Вот теперь, говорит, батюшка, хорошо будет. Но это хорошо было так скверно, что я в ту же минуту должен был как можно решительнее отворотиться от моего соседа в другую сторону, ибо присутствие его на близком расстоянии было невыносимо. О, как бы охотно я выскочил из этой вонючей могилы, в которую он меня рядом с собой укладывал. Если бы только сила и мощь стоять в этом метущем садском хаосе. Но ничего похожего на такую возможность нельзя было и ждать. И надо было покоряться. Мой дикарь заметил, что я от нее отвернулся и говорит, погоди, батюшка, ты не туда морду клал. Ты вот сюда клади морду. Вместе дуть будем, тепло станет. Это даже слушать казалось ужасно. Я притворился, что его не слышу, но он вдруг как-то напружинился, перекатился через меня и лег прямо нос к носу. Ину дышать мне в лицо с ужасным сапом и зловонием. Сапел он тоже необычайно. Точно кузнечный мех. Я никак не мог этого стерпеть и решился добиться, чтобы этого не было. Дыши, говорю, как-нибудь потише. А что? Ничего, батюшка, я не устану. Я тебе, батюшка, морду грею. Морду его, я, разумеется, не обижался, потому что не до амбиции мне было в это время. Это моему преосвященству снесище было не трудно. Но вот что трудно было сносить это его дыхание с каким-то другим отвратительным зловонием. Против этого я уж никак не мог стоять. Довольно, говорю. Перестань. Ты меня согрел. Теперь боли не сопи. Нет, батюшка, сопеть теплей будет. Нет, пожалуйста, не надо. И так надоел. Не надо. Ну, не надо, батюшка, не надо. Теперь спать будем. Спи. И ты, батюшка, спи. И в эту же секунду, как это выговорил, точно муштрованная лошадь, которая сразу в голову принимает, так и он сразу же уснул и сразу же захрапел. Да ведь как же злодей захрапел. Терпел, терпел, наконец, не выдержал. Толкнул его в ребра. Не храпи, говорю. А что, батюшка, зачем мне храпеть? Да ты ужасно храпишь, спать мне не даешь. А ты сам храпи. Ведь я не умею храпеть-то. А я, батюшка, умею. И опять сразу в голову загудел. Ну, что с этим мастером станешь делать? Попятился я от него как мог немножко в сторону. Провел с трудом руку за подрязник и пожал репетир. Часы прозвонили всего три и три четверти. Это значит, еще был день. В югу, конечно, пойдет на всю ночь, может быть, и больше. Когда я пришел в чувство, я увидел себя на дне глубокой снежной ямы. Я лежал на самом ее дне с вытянутыми руками и ногами и не чувствовал ничего. Ни холоду, ни голоду, ни жажда, решительно ничего. И первая мысль, которая мне пришла в эту пору, была та, что мой дикар очнулся ранее меня и улизнул один, а меня бросил. Оно, по здравому рассуждению, так бы и стоило со мной сделать, особенно после того, как я ему вчера нагрозил и его окрестить. Но он по своему язычеству не так поступил. чутки, я с трудом, двинув моими набрякшими членами, сел на дне моей разрытой могилы, как увидал я его в шагах в тридцати от меня. Он стоял под большим за индивелом деревом и довольно забавно кривлялся, а над ним, на длинном суку, висела собака, у которой из распортового брюха ползли вниз теплые черева. Я догадался, что это он жертву или по-эхнему тайлгу принес. Вылез я из снежной ямы и стал подбираться к моему дикарю. Он услыхал, как снег захрустел под моими ногами и обернулся, но сейчас же опять стал продолжать по-прежнему свои тайны действия. Ну, недовольны ли тебе кивать-то, сказал я, постояв возле него с минуту. Довольно, бачка. И сейчас же пошел к саням и начал цеплять в шорке остальных собачонок. Закладка была готова и мы поехали. Кому ты это там тайлгу дал, спросил я его, махнув назад головой. А не знаю, батюшка. Да собачку-то кому пожертвовал? Богу или черту, шайтану. Шайтану, батюшка, как же шайтану. За что ж ты его угостил? А зато, батюшка, что он нас не заморозил. Я ему батюшка за эту собачку дал. Пусть его лопает. Да он-то пусть лопает, не облопается. А собачонку-то жаль. А чё, батюшка, жаль? Собачка плохая. Скоро бы дохнуть стала. Ничего, батюшка. Пусть его берет, лопает. Да, так ты с расчетом. дохленькую ему дал. А как же, батюшка? А скажи, пожалуйста, куда мы теперь едем-то? Не знаю, батюшка, след ищем. Целый день мы кружили как-то зря. Я это видел. Если не по бесстрастному лицу моего вознится, то по неспокойным, неровно тревожным движениям моего собак, которые всё как-то прыгали, суетились и беспрестанно метались со стороны в сторону. Ну, вот вдруг одна собачка ткнулась мордой в снег, дрыгнула задними лапами и пала. Зикарь, разумеется, лучше меня знал, что это значит, какой угрожает нам новой бедою, но не выразил ни страха, ни смущения. Так же, как и всегда, он твердой, но бесстрастной рукой застремил в снег свой орстель и дал мне держать этот якорь нашего спасения. А сам поспешно сошел с саней, вынул из немогшего пса из хомутика и потащил его взад за саней. Я думал, что он хочет пришибить и закинуть куда-нибудь этого пса, но, оглянувшись, увидел, что и эта собака уже висит на дереве. Это что опять? Крикнул я ему. А шайтан ее, батюшка. Ну, вродовольно, будь ствол шайтана. Много ему подвиг собаки на один-то есть. Ничего, батюшка, пусть лопает. Нет, не ничего, говорю. А если ты их так будешь колоть, то ты их всех шайтан переколешь. Я, батюшка, ему тех даю, которые дохнут. А ты бы их лучше покормил. Нечем, батюшка. Вот оно что. Это сказалось то самое, чего я и боялся. А короткий день уже опять клонился к вечеру и остальные собачонки, видимо, совсем устали и из сил вывелись и начали как-то дико похаркивать и садиться. И вдруг еще одна пала. А прочие все, как по уговору, все сразу сели на хвосты и завыли. Точно тризну по ней правили. Дикарь мой встал и хотел вздернуть шайтану третью собаку, но я ему этого на сей раз уже решительно не позволил. Он и спорить не стал. Но зато с обычным ему самым невозмутимым спокойствием выкинул самую неожиданную штуку. Он молча застремил свой орстель впереди сани и всех собачонок одну с другой отцепил и пустил их на волю. А голодалые псы словно забыли истому. Они взвизгнули, глухо затявкали и понеслись всей стаей в одну сторону и в минуту же скрылись в лесу за дальним перелогом. Все это стало так скоро, как в сказке о Беллии Муромце сказывается. Как садился Илья на коня, все видели, а как уехал, того никто не видал. Наша двигательная сила нас оставила. Мы опешили. От десятка наших еще так недавно бодрых собачонок при нас оставалась только одна издохшая, которая валялась у наших ног в своем хомутике. дикарь мой стоял на этом позорище, блокотясь на свой орстель и с тем же бесстрастием смотрел себе на ноги. Зачем ты это сделал, воскликнул я. Пустил, батюшка. Да вижу, что пустил. А придут ли они назад-то? Нет, батюшка, не придут. Они одичают. Так для чего что ты пустил-то? Лопать, батюшка, хотят. Пусть зверька изловят, лопать будут. А мы с тобой что будем лопать? Ничего, батюшка. Ах ты, изверк. Он верно не понял и ничего мне не отвечал, но воткнул снег в свой орстель и пошел. Никто бы не отгадал, куда и зачем от меня он удалился. Я его окликал, звал его вернуться назад, но он только взглянув на меня своим тупым взглядом прорычал. Молчи, батюшка. И побрел дальше. Скоро и он исчез за пушкой, и я остался один-одинешенек. Томимый голодом, я стыл, сидя на краю саней и не обращая внимания ни на что окружающим. Не заметил, когда здесь очутился возле меня мой дикарь. Я не видал ни того, как он подошел, ни того, как он молча сел рядом со мной. Теперь же, когда я обратил на него внимание, он сидел, поставив орстель в колено, а руки завел за теплую молитву. Ни одна черта лица его не изменилась, ни один мускул не двигался, и глаза не выражали ничего, кроме тупой и спокойной покорности. Но чуть-то на небе начал слегка сереть, дикарь тихо поднялся с сани, заложил руки поглубже за пазуху и опять побрел вдоль по опушке. Долго он не бывал назад. Я долго видел, как он бродил и все останавливался. Встанет и что-то долго-долго на деревьях разглядывает и опять дальше потянет. И так он наконец скрылся с моих глаз, а потом опять так же тихо и без страст возвращается и прямо с прихода лезет под сани и начинает там что-то настраивать или расстроивать. Что-то спрашивает там делаешь-то и при этом неприятно открываю, как у меня спал, даже совсем переменился мой голос. Между тем мой дикарь как прежде говорил, так теперь так же перекусовые звуки отрывает. Лыжи, батюшка, достаю. Лыжи? Воскликнул я в ужасе. Тут только во всем значении поняв, что такое значит навострите лыжи. Зачем ты лыжи достаешь? Сейчас убегу. Ах ты разбойник, думаю. Куда же ты побежишь-то? На правую руку, батюшка, убегу. Зачем туда побежишь? Лопать тебе принесу. Врешь, говорю, ты меня здесь кинуть хочешь. Но он немало не смутился, отвечает, нет, я тебе лопать принесу. Да где же ты мне лопать возьмешь? Не знаю, батюшка. Ну, как же ты не знаешь, куда же ты бежишь-то? На правую руку. Да кто же там на правой руке-то? Не знаю, батюшка. А не знаешь, так чего же ты бежишь? Прими эту нашу чум есть. Врешь, говорю, любезный, ты меня одного здесь бросить хочешь? Нет, я лопать принесу. Ну, ступай. Только уж лучше не ври, а иди себе, куда знаешь. А зачем, батюшка, врать? Нехорошо врать. Очень, брат, нехорошо, а ты врешь. Нет, батюшка, не вру. Пойди со мной, я тебе приметку покажу. И зацепив лыжи, орстель, он поволок игру с собой, меня взял за руку, привел к одному дереву и спрашивает, видишь, батюшка, ну, что ж, говорю, дерево вижу, больше ничего, а вон на большом суку ветка на ветке, видишь? Ну, что ж такое, вижу, есть ветка, верно, ветер ее сюда забросил. Какой, батюшка, ветер, это не ветер, а добрый человек ее посадил. В ту руку чум есть. Ну, очевидное дело, что или он меня обманывает, или сам обманывается. Но что же мне делать? Силой же мне его не удержать. Да и зачем я его стану удерживать? А он утвердился на лыжах, заложил орстель на плечи, шатнул раз ногой, шатнул два и побежал. Через минуту ее уже не видно стало. И я остался один оденешенек среди снега, холода и совсем уже изнурившего меня мучительного голода. Небольшой зимний сибирский день я пробродил около саней, то присаживаясь, то снова поднимаясь, когда холод пересеял несносные муки голода. Ходил я, разумеется, потихоньку, потому что и силы у меня не было, и от сильного движения скорее устаешь, тогда еще скорее стынешь. Скоро я стал замечать, что у меня начинает минутами изнемогать зрение. Вдруг все предметы как бы сольются и пропадают в какой-то серой мгле, но потом опять вдруг и неожиданно разъяснит. Но что бы вам думалось, вдруг я начинаю замечать какую-то странную точку, при том же казалось, что она как будто движется, хотя это было так незаметно, что движение ее скорее можно было отличать внутренним чутьем, а не глазами. Но я был уверен, что она движется. Надежда на спасение заговорила, и все муки мои, я не в силу перекричать и заглушить ее. Точка все росла, и все яснее, яснее определялась на этом удивительном нежно-розовом фоне. Мираж ли это столь возможный в всем пустынном месте, при таком капризном освещении, и это действительно что-то живое спешит ко мне, но она во всяком случае летит прямо на меня. И именно не идет, не идет, а летит. Я вижу, как оно чертит, наконец, замечаю фигуру, вижу у нее ноги, вижу, как они штрихуют одна за другую, и вслед за тем снова быстро перехожу от радости к отчаянию. Да, это не мираж, его слишком я явно вижу, вот это не человек, как и не зверь. ко мне плыла крылатая гигантская фигура, которая вся с головы до пят была обличена в хитон серебряной парчи и вся искрилась. На голове огромнейший, казалось, чуть ли не всажен вышины убор, который горел, как будто весь сплошь усыпан был бриллиантами, и точно целая бриллиантовая эмитра. И вот, пока я его рассматривал, он, этот удивительный дух, все ближе и ближе, и вот, наконец, совсем близко еще момент, и он, обрызгав всего меня снежной пылью, воткнул передо мною свой волшебный жезл и воскликнул. Здравствуй, батька. Я не верил ни своим глазам, ни своему слуху. Удивительный дух этот был, конечно, он, мой дикарь. Теперь в этом нельзя было более ошибаться. Вот под ногами его те же самые лыжи, на которых он убежал, за плечами другие. Передо мной воткнул снег его орстель, а на руках у него целая медвежья ляжка, совсем и с шерстью, и совсем как лапой когтистой. Но во что он убран, во что он преобразился, не дожидая с моей стороны никакого ответа на свое приветствие, он сунул мне к лицу эту медвежатину и промычал. лопай, бачка, сам сел на сани и начал снимать с ног лыжи. Я припал к окороку и грыз и сосал сырое мясо, стараясь утолить терзавший меня голод. И в то же время смотрел на моего избавителя. Что это такое было у него на голове, которое составлялось все в том же дивном, блестящем, высоком уборе? Никак этого не мог разобрать. И говорю, послушай, что это у тебя на голове? А это отвечает тот, что ты мне денег не дал. Признаюсь, я не совсем понял, что он мне этим хотел сказать. Но всматриваясь в него внимательнее, открываю, что этот его высокий бриллиантовый головной убор есть не что иное, как его же собственный длинный волос. Все их пропушило насквозь снежной пылью. Как они у него на бегу развивались, так их снопом и заморозило. А где же твой треух кинул? Для чего? А что ты мне денег не дал? Ну, говорю, я тебе точно забыл денег дать. Это я дурно сделал. Ну, какой же это жестокий человек, этот хозяин, который тебе не поверил в такую стуть, с тебя шапку снять? Меня шапки никто не снимал. А как же это было? Я ее сам кинул и рассказал мне, что он по приметке весь день бежал, юрту нашел, в юрте медведь лежит, а хозяев дома нет. Ну, думал, тебе долго ждать, батюшка, ты и сдохнешь. Ну, я медведь рубил и лапу взял и назад бежал, а ему шапку клал. Зачем? Чтобы он дурно, батюшка, не думал. Ну, брат, подумал я, однако, и ты от царства небесного недалеко ходишь. А он во время всей краткой моей думы кувыркнулся в снег. Прощай, говорит батюшка, ты лопай, а я спать хочу. И засопел своим могучим обычаем. Это уже было темно. Над нами опять расстилалось черное небо и по нем, как искры по смоле, засверкали безлучные звезды. Я поклонился у изголовья моего дикаря лицом донизу и, став на колени, благословил его и, покрыв его мерзлую голову своей полою, спал с ним рядом так, как бы я спал, обнявшись с пустынным ангелом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!